В коридорах сейчас никто не лежит. Был у нас очень короткий эпизод, когда они делали ремонт и мамочку одну выложили в коридор, она была там буквально полночи. Поэтому значимого сокращения в очном фонда нет. Что касается пика заболеваемости, но это тоже не новшество. Пика заболеваемости у нас практически везде на период подъема эпизод заболеваемости прекращается плановая госпитализация в другие отделения, но это просто потому, что они и не идут в этот период. И перепрофилируются койки под инфекционные, под ОРВИ. Это допустимо, это возможно. Лицензии на этот вид помощи учреждения есть по этим площадям, поэтому они могут оказывать этот вид помощи. Делается это просто приказом. Поэтому мы не ожидаем того, что больница задохнется и не сможет оказывать детскую помощь на тех же койках. Тем более, что, еще раз говорю, с такой работой койки, как вот сейчас, держать персонал функционально не загружен, но это неправильно, согласитесь. Ну как вы говорите, нет, вот пишут, мам, что вчера вывести, да, оттуда, палата освободилась и наружу, перевозят в больницу очень много. Нас хотим сначала положить в коридор, но место нашлось. А так двое лежали в коридоре. Дети, которые по стаже за 9 лет, они лежат обид. Вы буквально, это 30 октября. Давайте проедем посмотрим, без проблем. Давайте проедем посмотрим. Давайте, давайте, пообщаемся с мамой. Вот еще одна пишет. Практически кладут в коридор, но на следующее утро переводят в палату. Это что, тоже нормально положено? Ну вы же видите, что количество коев, еще раз говорю, оно функционально практически не уменьшилось. Вы считаете, что вы придержитесь коев, это все... Так их и так не хватало. Их и так не хватало. Кто вам сказал? Ну как, кто мне сказал? Я сама лежала в больнице на Минской. Кто вам сказал? Мои глаза, сказали. Другие мамы, которые лежат, говорят. Ну, вы уверены в том, что их не хватало. Я вам говорю о счетах, как у вас обстоят дела, обстоят дела. Вы хотите сказать, что у них, главное, вы же откладываете какую-нибудь информацию? В июне месяце на 54-х койках, что в инфекционном отделении на Минской, бежало от 13 до 20 больных в течение двух месяцев. Это летом. Зимой всегда есть подъем заболеваемости. Мы перевели сейчас отделение, сейчас там 40 коек. Но увеличили второе инфекционное отделение до 44 коек. И выделили две палаты резервных. Именно для тех, для того, чтобы больные не лежали на коридоре, если вдруг ночью большой на коек. Бывает такое. И поэтому сейчас у нас в коридорах коек дети не лежат.